А нас вообще слышно будет? Конечно. Наверное. Здравствуйте. Вот мы уже заезжаем в Назарово. Скоро на сцену. У Насти размазались глаза по дороге, она спала. Вот нас много. Девять человек нас едет. Все со своими произведениями, все готовы. Как настроение вообще, скажите мне? Отлично. Супер. Супер. Вот так вот. Продолжение следует. Вот приехали мы в Назарово тут. Там идет спектакль, еще в большом зале. Нас не пускают пока. Сказали, будьте в мраморном зале. Вот мы в мраморном зале. Короче, тут мы уже были. Фарватеры. Когда? Фарватеры. Когда? Я не помню, когда. Осенью. Осенью. Сейчас пойдем собираться, короче, одеваться. Издание красивое. Много достопримечательностей. Кружки. Квашенко Анастасия. Монолог «Некрасивая». Автор Дмитрий Дудалутов. Она была такой некрасивой, что ее и описывать-то как-то не хочется. Такая, знаете ли, вся какая-то, а он, а он, он был такой красивый, такой красивый, такой, вот знаете ли, я помню чудное мгновенье, передо мной явился ты. Моначо, она скромно одевалась, платьевая, туфель, плечки, одежда всего тысячи на две рублей. А вот, он был щеток, мордник и франк, такой, вот знаете, франтовый, шевелеватый мордник. Или нет, он был модно-шевелеватый франк. Пайдон, какого песочного цвета, а песок, какого-то сапога, тот цвет, он был как кофейник, а кофе со скринтами и с пузыриками, а то срослый вверх на костюм, то тройка, то счастерка, а то вообще туз. А Моначо, она скромная была, она в зеркало-то на себя с трудом смотрела, глаза поднялась, боялась поднять, такая вся, знаете ли, красная девица, все время проснела. А он, он вот был не красная девица, нет, он был мужественный мужчина. Да и жил он в Москве. А она в Нижнем Даниле. Он любил Париж, Лондон, Рим, так иногда ездил туда по делам. А она, она не любила ездить в своей четке в Верхний Данил. Ну так, когда они и жили, совсем разные, и даже не были знакомы. Но однажды, однажды они встретились, да, они встретились. То ли он зашел на минутку, то ли она, я прошу три сутки, но в общем они встретились. И вот он заходит в купе с сумкой. Или нет? Заходит он. А она что? Она кормит Круджу ребенка. И вот он смотрит на нее, а она на него. А он, он как с обложки журнала. Да, и журнал-то у него был. Он был у него в руке. И зашел он вместе с ним. Правда, он подсвернул на эту трубочку. Он был в том же влеток, в том же шляпе несущего цвета. И вот он опять летит на него, и он только хотел ей сделать шаг навстречу. Как его тут же увидели. Ну, потому что он был не один, естественно. Он, он был в компании с делегацией. А ровно через год, кажется, в Италии, да, в Италии, он сказал, что его преследует домашняя прекрасная женщина. И эта женщина случайно встретила в поезде. А еще у нее цветные глаза. А еще у нее прекрасная улыбка. О-о-о-о, закричали итальянцы, думая, как всегда, наверное, о своей джаконте. А ровно через год еще он закончил свой клип под названием Улыбка. И этот клип, он занял все призы на всех фестивалях. И клип-то был действительно замечательным. И она, она посмотрела его целых шестнадцать. Представляете, шестнадцать. Но самое главное, ей понравилась в клипе главная героиня. Она была такая, она была такая, она была такая, она была такая красивая. Звучит музыка. И еще, она была такой, она была такая, она была такая, она была такая, она была такая. Мы с Мариной установили папина худящееся кресло около зеркала. Марина белую наводочку принесла, завернула меня в нее и спрашивала, у вас как подстрики, височки, оставить, а можно не оставлять. Хозяин погладил больно, погматывая жесткость, прощая, художая и бездорога, но все же тебя швырнул под камень его шеи и скрылся под полким навесом, где пёс на людской муравей не примался в оманной стрессе. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карьих глаза, спустично вечно спорим. Старик в вокзале вам кто-то сказал, что оставлю, длинняка, эх, будьте хорошей погоды, а то есть простая дворняка. Огонь над рукой залетался, сребел по ракошку из мочи, на месте как бы протопался, и люсом не погодился. Огонь, забытые ляги, пыли, смеялись и поднимали. Тут, видно, еще про ляги не должен, зажимаешься на кнопочку, и все в округе начинают дать оправдываться. Принес мастер-наприворчу в школу, в классах мать Мария Ивановна, и говорит. Здравствуйте, ребята, очень надо гостить. Заварься, как новую школу. Раз. Кольца, в общем, не надо, с чего бы мне нравиться. Надоели ли мне уже, кушай, мой дворецик, не буду ждать, привет. Иногда лучше оставить все, как есть, шагая в безликом одиночестве среди пустых улиц, куда глаза глядят. Завидовать свободному веку, далеким звездах, мудрому солнцу и немой луне. Порой мы боимся потерять и не тратить то, что имеем, хотя все, что не делаем, и все, что с нами происходит, пишется одной рукой. И если бы мы научились жить одним настоящим, не прятаясь в себе, может быть, поэтому и существует пустота, чтобы человек научился осознавать и улыбаться счастьем. Снимаю? Да. Я снимаю? Это видео, что ли? Ну, в общем, все, мы отпуступали, едем домой. Быстро у всех по пять минут было, кому там. Лондинки на охоте, пожалуйста. Лось. Все в сборе. В общем, фрагменты из наших выступлений вы увидите в отрывочках, да? Мы это все вставим. Мы наснимали, правда, на другую камеру, ну что, мы скинем. Вот, все довольны. Настя, правда, немного взгрустнула что-то, но я ее переубедила, что все будет хорошо. Результаты не сегодня, результаты мы узнаем только 16-го числа. То, что получил, заработал на сцене. Ну, отзывы, как бы, жюри, совещались с жюри, все нормально. Так, некоторые коррективы несли. Но, по большому счету, никаких провалов не было, все хорошо прошло. Всем все понравилось. Мы молодцы. Тюхтетский район... Рулит! 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 Тюхтетский район... Рулит. Вот. Все. Ну, все, тресет очень сильно, поэтому потом по приезду еще чего-нибудь вам расскажем. Дальше встречу нас.